Добрый день! Новая бутылка. Изменение жизненного сценария с позиции транзактного анализа. Чем мне нравится транзактный анализ? Идея Эрика Берна, на мой взгляд, кажется очень интересной именно в плане работы психолога. Почему? Потому что она позволяет изменить сразу всё у человека, не решать конкретный запрос, не решать конкретную проблему, а сделать новый жизненный сценарий. И она ещё чем интересна тем, что сам ребёнок в очень раннем возрасте придумывает свой жизненный сценарий. То есть все мы где-то в возрасте максимум трёх, трёх с половиной, там пяти лет уже точно для себя определили, что такое жизнь. В буквальном смысле она хорошая или плохая или какая-то средняя. В итоге мы можем проследить всего три типа жизненного сценария. Их, если называть правильно на русском языке, то это будет счастливый, несчастливый и средний. Вы можете легко определить, какой сценарий у вас. Ну, понятно, да? Счастливый предполагает счастливую жизнь. Да? Несчастливые – это те люди, которые говорят, что всё плохо. Всегда. Если у вас такие есть друзья-знакомые, вы уже с этим столкнулись и знаете, что это очень серьёзные убеждения, и уговаривать человека сделать что-нибудь хорошее бессмысленно. Ну, потому что я знаю, ничего хорошего не получится. Ну, вы понимаете, да, исходя из статистики и нормального распределения, таких людей будет, как всегда, в крайностях 5-7%, максимум 10%, да, на полюсах. То есть, людей, которые живут в счастливом жизненном сценарии, не счастливым, но максимум 20%. Все остальные люди, 80%, живут в серединке. То есть, у большинства людей средний жизненный сценарий. И для многих людей это кажется, ну, хорошо, серединка всё-таки лучше, чем совсем минус, правда? А потом, серединка, она же вся не в одной точке, а некий диапазон, и я могу быть поближе к плюсу. Я вас огорчу, может быть, сказав, что серединка ближе к минусу. Почему? Ну, это вот наша особенность человеческая, да? Если у человека средний сценарий, очень такая яркая характеристика среднего сценария, это то, что называется полосатая жизнь. Все слышали про полосатую жизнь? А кто-то верит, что она полосатая? Меня однажды на группе убеждал человек с двумя высшими техническими образованиями, доктор наук физики и так далее, что всё в природе идёт по синусоиде, это обязательно, и так далее. Да, когда я ему предложил альтернативу, им очень понравилось, да, что можно жить всё время хорошо, иногда очень хорошо. То есть не прямая синусоида, но изменения есть, да? Иногда бывает и плохо, но это не система, это исключение, чем правило, да? Так вот, чем интересна полосатая жизнь, да? Некоторые люди вообще живут каждый день, да, у них новая полоса. Представляете, как это происходит? У человека чёрная полоса. Ну, всё понятно, день надо потерпеть. Иногда сыплю зубы, иногда попроще, но всё равно. Проходит день, на следующее утро человек просыпается, и с самого утра, это правда, люди сами рассказывают, утром сразу звонок, я ещё не успел глаза открыть, премию дают, вот вас подправляют, ещё что-то. Радуйся. Сколько человек радуется? Пять минут. Некоторые умудряются пятнадцать. Дальше человек начинает ждать чёрную полосу. Понимаете? И дальше очень интересный вывод. Раз мы сами придумали такой жизненный сценарий, он ничем, физиологический, биологический и так далее не обоснован. Только убеждением ребёнка. Это его способ выживать. В той ситуации, в которой он находился. Он придумал, что жизненный сценарий такой, что жизнь такая. И дальше всю жизнь подтверждает и доказывает всем вокруг и себе самое главное, что это так. И когда человека пытаются подвинуть немножко хотя бы в лучшую сторону, он очень усиленно сопротивляется, говоря, нет, ну как же, я этого не достоин, я не могу, если я так сделаю, что про меня подумают соседи, люди и так далее. И это его убеждение, это его ограничивающее убеждение, это его, собственно, жизненный сценарий и есть. И вообще, если отвечать на вопрос, что такое жизненный сценарий, самый простой ответ – это привычка. Ребёнок изо дня в день привык вот так себя чувствовать. Когда мы говорим, ребёнок написал свой жизненный сценарий, мы предполагаем, что в три года большинство детей не пишут ничего, если брать ручку и бумагу, и не сидят вот так, они обдумывают, какая же она жизнь. Ребёнок так живёт каждую минуту, каждую секунду. Почему так рано, в три года уже сценарий есть? Но это особенность, опять же, наша человеческая, мы за три года почти всё попробуем в своей жизни. Почти ничего нового у нас в жизни не будет. Но новая еда – это, в принципе, смешение тех вкусов, которые мы уже за три года попробовали. Новый опыт, новые люди – это всё равно. Люди – это два. Это человек, две ноги, две руки, глаз, глаза, уши, всё остальное, понимаете, вариации. И получается вот эта вот убеждённость, что всё, что я уже пробовал, будет таким точно, как и есть сейчас. Ну а дальше мы просто живём всю свою жизнь и можем вообще никогда не задумываться о жизненном сценарии. Но периодически говорим традиционные фразы, ну, судьба такая, да, против судьбы не попрёшь и тому подобное. Это такая, опять же, да, идея жизненного сценария, что её поменять совершенно невозможно. Но правильный ответ заключается в том, раз мы, да, так рано придумали такой, да, жизненный сценарий, который обеспечивает нам выживание в течение всей жизни, то мы его сейчас сможем сделать намного лучше. Вопрос остаётся традиционным, как, да. Для этого существует тот самый транзактный анализ, который поясняет очень многие вещи. Вот если посмотреть на жизненный сценарий, как некое сооружение, да, вот представьте, что у нас есть здание, да, рассмотрите любое сооружение, всегда найдёте фундамент. Точно так же в фундаменте жизненного сценария есть блоки, которые определяют, какое здание будет. Ну, аналогия понятна, да, ровные, гармоничные, да, хорошо подогнанные блоки предполагают, что сценарий, да, или жизнь, или, соответственно, здание может быть красивым, гармоничным, высоким, долгосройным, долговечным, да, и так далее, и так далее. Если блоки кривые, то понятно, что уже на здание это точно, да, повлияет. Точно так же у нас. Есть пять основных блоков, которые влияют на жизненный сценарий. Изменение любого блока приводит уже к изменению жизненного сценария. Даже более того, очень многие люди поменяли свой жизненный сценарий, даже не зная, что есть такой термин или есть такая теория, не читая Берна, они просто приняли решение изменить свою жизнь к лучшему. Встречали таких людей? Это встречается, кстати, достаточно часто. Человек говорит, я жил, жил и решил, да, и с этого дня я все сделал для того, чтобы моя жизнь стала хорошей. Человек принял новое решение. Иногда вот этого решения достаточно, чтобы изменить, ну, если не все, то очень-очень существенные части, да. Соответственно, мы это можем делать целенаправленно, так как у нас уже понятно, какие блоки и что можно делать с каждым из них. Еще чем интересен транзактный анализ, да, может быть, вы об этом уже слышали. Эрик Берн, когда разрабатывал свою теорию, он был психоаналитиком, занимался очень много лет, да, психоаналитической практикой, и потом пришел к выводу, что ему мало, да, этой теории. Он хочет новую теорию, которая будет ему помогать более эффективно работать, но при этом он был против, знаете, такого традиционного психологического подхода, когда теория совершенно непонятна, да. Ну, читали многие, да, некие статьи и так далее. Я помню, в университете мы, соответственно, должны были переводить определенные научные тексты. Я учил немецкий язык. В немецком языке смысловой глагол стоит на последнем месте, и когда я переводил предложение из 20 строчек, и только последнее слово был глагол, да, это было сильно. И иногда психологи сами говорят, что им самим не очень понятно, что сказано, да. Берн был против этого, он поэтому решил, что он будет использовать самый простой язык, все, что понятно любому человеку без образования. Поэтому в транзактном анализе все слова, которые, да, звучат и которые есть в его книгах и в книгах его учеников, они из обычного языка, да. И первый блок в фундаменте жизненного сценария в транзактном анализе называется поглаживание. Все очень просто и понятно. Что такое поглаживание, все знают, когда берут и гладят, да. Почему это важно? Почему это влияет на жизненный сценарий, да. Дело в том, что, к сожалению, поглаживания бывают как позитивные, ну, то, что мы обычно под этим словом понимаем, да, так и негативные. Ведь можно погладить, да, уже более усиленно, например, тот же подзатыльник, это тоже внимание, это тоже, да, влияние на ребенка. Слова могут быть, да, хорошими, позитивными, ребенка можно похвалить, рассказав, какой он хороший, а можно отругать и так далее, да. В чем здесь идея? Практически с момента рождения любой ребенок испытывает огромную потребность во внимании окружающим. Сначала это вообще биологическая потребность выжить, по-другому млекопитающие не могут без заботы мамы, понимаете, да. Потом это трансформируется все больше, да, с возрастом, больше от физических поглаживаний мы переходим к словесным, но физические тоже важны для нас так же в жизни, как и у любого, да, человека. И что здесь может быть? Вот просто себя спросите, вы себя не помните в год и в два, и в три, наверное, да, но в шесть, семь, двенадцать точно помните. А вот ваши родители вас больше ругали или хвалили? Извести. И дальше все понятно. Если ребенка больше ругают, больше наказывают, больше дают негативных поглаживаний, он просто к ним привыкает. И дальше он не способен в своей жизни, понимаете, да, получать позитивное поглаживание. Конечно, мы все хотим позитивное поглаживание, и даже каким-то образом к ним стремимся. Но, к сожалению, в большинстве ситуаций, когда мы это могли бы просто так вот получить, да, мы этому сопротивляемся. Верите в это? Вот давайте маленький эксперимент. Большой аудитории это вообще будет очень показательно. Вот по-честному поднимите руки, кто из вас был в такой ситуации? Ну, хотя бы раз в жизни. Ну, например, вам сказали комплимент или что-то приятное, вы как-то засмущались, стали оправдываться, вам стало неловко. Поднимайте руки и смотрите вокруг. Понимаете, что это значит? Нам дали позитивное поглаживание, а мы его сделали непозитивным. И когда человека спрашивают, а что ты засмущался, тебе же похвалили, тебе вот грамоту вручают, что он говорит, да мне как-то показалось, мне было неловко, все на меня смотрят, или это было неискренне, человек от меня что-то хочет и так далее, да, то есть придумывается много всяких отговорок, в итоге мы этот плюс не получили, следующий не получили, следующий не получили, но жить без внимания мы не можем, мы социальные существа. Не просто так, да, одиночное заключение, самое строгое наказание, какое придумали люди, понимаете, да, нам нужно влияние, внимание со стороны других людей. И если мы не получаем позитивное, мы согласны на негативное. И мы его начинаем и осознанно иногда, а очень часто неосознанно, просто искать среди окружающих. Вот все, кто работает руководителем, может быть, откроют для вас великую тайну, большинство ошибок ваших подчиненных это специально сделанные вещи, неосознанно, но специально, чтобы вы их поругали, потому что они не верят, что их могут похвалить, потому что они недополучают дома и везде те самые позитивные поглаживания. Я могу вам сказать, что в этом году как раз 25 лет в программе по изменению жизненного сценария, да, и я 25 лет наблюдаю за людьми, очень интересный вопрос вначале, да, студентам люблю задавать, особенно первый курс, когда большая аудитория, вас больше ругают или вас больше хвалят, да, в семье родителей? Вот 25 лет назад все говорили, ругают редко, когда человек мог сказать, что его часто хвалят или там, да, позитивных поглаживаний он получал много в своем детстве, да, с каждым там, наверное, пятилетием ситуация меняется и в последние, ну там лет 5 и даже 10 очень многие говорят, меня часто хвалят. Меня чаще хвалят, чем ругают, да, но остался один маленький нюанс. Ругать мы так хорошо умеем, а хвалить не умеем. Я спрашиваю сразу, а скажите, вот тебя часто хвалят. За прошлую неделю сколько раз тебя похвалили? Человек говорит, пять раз. Скажи, как? Сказали, молодец, иди учись. А ругали, да, один раз. И как? О, это 15 минут, рассказывали обо всех моих возможных, да, в жизни, всяких сложностях и про тюрьму, и про родственников, и в какую породу, и все остальное вспомнили. Понимаете, что это значит, да? То есть, получается, эти пять, даже их больше уже, да, пока не перевешивают те самые, да, изредка, но все-таки негатив это вещь вот такая уже воспринятая, это во всех культурах. К сожалению, это там, да? Дальше мы уже имеем очень простой рецепт. Что делать? Что делать с собой, да? Очень просто. Исключите негативное поглаживание в своей жизни. Жить станет в сто раз легче. То есть, давайте людям только позитивное поглаживание, и получайте от них только позитивное поглаживание. Все. Очень просто, причем просто и не только на уровне слов, на уровне практики, да? Сначала кажется тяжело, я не знаю, как я могу сказать человеку что-то хорошее, я его первый раз в жизни вижу. У нас полтора часа примерно занимает такое упражнение на тренинге, к концу полутора часов люди открывают сырое дыхание, говорят, я теперь могу говорить кому угодно. И причем очень важная добавка. Позитивное поглаживание всегда правда, нельзя врать. Иначе это потом, да, тут же вернется обратно, это не то. Соответственно, это просто навык, который также формируется, и дальше мы этим пользуемся, да? Ну а дальше традиционный вопрос родителей, а что же делать с детьми-то? Ладно, с собой все говорят, уже понятно, испортили, уже исправить нельзя, а детей-то надо как-то спасти, да? То вот с детьми ситуация такая, да? Ребенка нельзя ругать, нельзя наказывать, можно только хвалить. Вопрос, как воспитывать, да? Ребенку нужно рассказывать и объяснять, почему мне не нравится вот то-то, то-то, то-то и вот это поведение, и почему я считаю это важным. Очень полезный навык для родителя, когда в десятый раз объясняешь одно и то же, вдруг понимаешь, что это неправо. Понимаете, да? И что в школу, например, ходить обязательно не нужно, что иногда ее лучше поменять, чем смириться с тем, что там творится, и так далее, и тому подобное, да? Ну а простые примеры, что вы знаете, да, там, свистеть в доме нельзя, почему нельзя, папу трясет от этого, да? Вот папу может трясти, а ребенку нравится, пусть свистит. Когда придумали вот это правило, как вы думаете? Я не знаю, никто не знает, я думаю, еще когда были соблюзубые тигры, могли прийти на свист и съесть, понимаете? Вот тогда было нельзя свистеть. После этого уже тысячи лет прошли, да? Ребенок научился свистеть, но вы видели, да? Когда мы маленького мальчика, трехлетнего, который научился свистеть, ему хочется это делать 2-4 часа в сутки, ему нравится, он раньше это не мог, он... И он бегает, а ему говорят, не свисти, нигде не свисти, здесь в доме не свисти, и на улице тоже свистеть нельзя, там тебя соседи услышат. Что же делать, да? Но мы получаем вот этот опыт, и дальше это управляет нашей жизнью. Что еще, да? Система рэкетных чувств. Слово рэкет, это когда отбирают, помните, да, из наших там 90-х лет, да? Это очень простая вещь, да? Что у нас происходит с чувствами, когда нас воспитывают, нам постоянно запрещают что-либо чувствовать. Вы тоже умудрились своим детям, если они у вас есть, это сделать не один раз, да? Ну, примитивная вещь, что делают все. Мне холодно, иди оденься. Ты не имеешь права чувствовать как тебе. Дальше что, да? Анекдот помните? Сережа, иди домой. Я замерз, нет, ты проголодался. Два чувства тебе разрешено, и оба мама контролирует. Что дальше происходит? Когда ребенку запрещают чувства, что возникает? Возникает следующее чувство, обычно более сильное и более длительное. Но это чувство тоже не одобряется так же. Это тоже нельзя, да? Почему запрещают любовь, знаете, да? Ну, когда ребенок подбегает и говорит, мама, мама, пошли играть. Иди, отстань, поиграй потом, да? И когда через пять раз ребенок подбегает и понимает, что уже без толку, да, он понимает, что можно получить это внимание только, да, способом таким, чтобы на тебя точно обратили внимание, тогда уже, вот, да, идут следующие чувства. Но гнев тоже. На маму кричать нельзя, на бабушку нельзя, хотя сами кричат, да? Это тоже запрещается, возникает следующее чувство, еще более длительное, еще более сильное, да? Потом может возникнуть еще одно. Это чувство может вообще остаться на лет 30, 40, 50 и даже 90, да? И дальше вот это чувство забирает всю нашу энергию. То есть, когда человек говорит, я, говорит, не хочу обижаться, но они же такие злые, и если я обиделся, то это надолго, да? Сначала такие комментарии людей, они говорят, не, мы не кричим, у нас не принято, мы так только помолчим. Так многозначительно говорят, я говорю, сколько? Они говорят, две недели. Вы знаете, люди две недели не разговаривают. А как вы существуете? А я говорю, ребенка, иди скажи ей. Прекрасное подключение ребенка, да, к семейному сценарию, что будет потом, да? Как работают ракетные чувства? Вот я попадаю вот в эту ситуацию, и вместо этого сразу чувствую вот это, да? Это намного длительней, намного сильней, я это не могу контролировать, да? И, соответственно, представьте маленького ребенка, который, если бы он выражал там, скажем, любовь или гнев или что-то настоящее, аутентичное чувствует, то это пять минут, да? И все. А в обиде он был целых две недели. Что он думал про жизнь? Самые близкие люди вот так с тобой будут поступать, да? У взрослых людей вот эти механизмы работают сами по себе. Ну, наверное, кто-то из вас был в такой ситуации, когда на вас в детстве кричали родители, вы себе даже, может быть, сказали, а я-то кричать не буду. А теперь можете делать то же самое и говорить, нет, ну, я, конечно, не хочу, но мои дети кого угодно доведут, да? Ну, или еще как-то себя оправдываем. Почему? А управлять этими чувствами невозможно, они слишком сильные. Туда вся энергия вовлечена. И человек говорит, да, я потом могу извиниться, я пожалел, но в начале, когда этого случилось, я остановиться не могу. А это не настоящее чувство. Понимаете, да? Например, наверху может быть гнев и внизу может быть гнев. То есть гнев, который мне нужен был для решения ситуации, это на пять минут, а сейчас этого гнева так много, что его не проконтролировать, да? Очень часто запрещается, да, проявление любви и так далее. И наверху понятно, что это может быть, да, и печаль, и что угодно, но это чувство такое уже привычное. И этого полно в нашей жизни. Вопрос, что делать, да? Ну, во-первых, если с детьми, то детям чувство не запрещать по возможности. Мы не можем, к сожалению, не запретить, потому что сами так живем. Очень серьезный инструмент, да, передачи рэкетных чувств. Я сам себя так чувствую. То есть когда мне говорят комплименты, а я смущаюсь, да? Двух-трехлетний ребенок это автоматом воспринимает как правило. И ему нужно просто сидеть и объяснять. Ты знаешь, когда люди вот ведут себя так, то это вот так. Вот когда у меня так, я чувствую себя так, но это не потому что, да? Я, например, студентам первого курса часто говорю, на вас родители кричат? Я говорю, они говорят, да. Я говорю, знаете, почему они на вас кричат? Ну, они там сразу миллион версий. Я говорю, нет, самая основная, они вас любят. Они говорят, неправда. Я говорю, это самая основная причина. Они не знают, что делать, они не справляются, у них возникает гнев, возможно, пятой ступеньки или даже двадцать пятой. И они просто выражают свою любовь таким способом. Они не знают, как по-другому. Но им кажется, если они сейчас вот на вас не повлияют, то все ужас, вы будете самым несчастным человеком на свете. Это же ужасно для любого родителя. Но это правда. Следующий механизм, да, или следующий блок, который влияет, это образ родителей, да? Здесь не случайно две картинки, да? У ребенка практически с момента рождения в ближайшие полтора-два года сформируется некий образ, восприятие того, какие мои родители. Ну, вот полярные варианты понятны. Мои родители добрые, нежные, заботливые или злые, да? И, соответственно, это уже будет дальше всю жизнь влиять на человека. Я встречал истории, когда человек говорит, мне исполнилось 18 лет, или там даже 16, я получил паспорт, тут же сел на поезд, уехал и 20 лет не возвращался. И не общаюсь с родителями, потому что они меня обидели и так далее, и так далее. Но этот человек продолжает в своей голове дискутировать со своими родителями все, что он делает для того, чтобы доказать им, что он хороший и так далее. Понимаете, да? Набросил, да? И меня типа за компанию, ты основной и так далее. И человек не помнит ничего до этого возраста. Почему? Потому что потом, когда мы стали вспоминать, оказалось, что с папой ездили в цирк, ездили в лес, ездили на рыбалку. Было очень много хороших вещей, которые не совпадают с образом врага. И память простенько вытеснилась, а зачем мне это помнить, если папа злой? А фактов про то, что папа злой, как-то не было. Ничего плохого, оказалось, папа ребенку не делал. Они просто с мамой ссорились. Это была их жизнь. Но мама за компанию решила привлечь ребенка таким образом к себе. И вот этот образ очень серьезно влияет. В буквальном смысле иногда у человека формируется сценарий вопреки. Назло родителям или вопреки родителям я сделаю свою жизнь. Даже сделая ее хорошей, я все равно трачу энергии в 10 раз больше, чем тратил бы на жизнь благодаря. С этим тоже что делать? А просто понять то, что родители сделали, это самое лучшее, что вообще-то они могли сделать. Даже когда они делали много очень плохих вещей. Правда, знаю очень много историй. Иногда очень грустные, печальные. Иногда... Ну, это истории, которые нельзя слушать без слез. Да? Но если вспомнить и посмотреть по истории, а что делали бабушка с дедушкой, а прабабушка и прадедушка, то родители вообще это лучшая версия. Вообще удивительно. Как ты дожил до сегодняшних дней, да? При таких дедушек и бабушках. Хотя на внуках бабушки и дедушки часто отдыхают, и они уже милые и добрые. Понимаете, да? Но родителям досталось иногда столько, что нам даже не представят, насколько это больше, чем потом нам. Поэтому вариант простой. Родителей нужно простить, принять и понимать, что это вот то, что они сделали, да? Мы у них взяли самое лучшее. А дальше никаких ограничений нет. Мы можем делать еще лучше. Понятно, что мы тоже, как сами родители уже, наделаем ошибок. Но я своим детям обычно говорю, радуйтесь, у вас есть куда стремиться. А был бы я идеальным, что бы вы могли сделать, правда? Вам бы пришлось полностью вот как-то с этим справляться. Основная жизненная позиция, четвертый блок, да? Их всего четыре, понятно по сочетанию. Я минус, вы плюс, я минус, вы минус, я плюс, вы минус и я плюс, вы плюс, да? Эта установка, которая формируется иногда у ребенка с момента рождения, может остаться на всю жизнь и очень влияет на восприятие всего. Ну вот первое, я минус, вы плюс. Часто формируется по очень простой причине. Ребенка сразу после рождения, ну то, что было в советских родильных домах, меня точно я знаю, потому что мне рассказывали, забрали на неделю в карантин, я там лежал где-то, а мама была где-то, да? И соответственно вот это состояние еще, понимаете, ничего нет, да? Ощущение есть. Ты минус. Все, что происходит, это не ты, да? Если это закрепится, останется на всю жизнь, то, понимаете, уже поводы воспринимать жизнь позитивно, да, они как-то так серьезно сокращены. Причем такие люди очень часто делают огромные успехи. Я даже слышал такую историю про человека, который всю жизнь мечтал яхту такую, знаете, метров пятьдесят длиной, да? И когда он ее уже, да, себе приобрел и в Ницце там еще где-то там был, да, и увидел яхту Абрамовича, он на тот момент ее купил, да, у него наступила депрессия на полгода. Ну, потому что он понял, что вот сколько ему надо теперь лет, чтобы дойти до этого уровня, да? То есть он нашел, что круче, чем он, понимаете, да? Я минус в минус может сформироваться как такое общее ощущение, что не только мне плохо, но и родителям. В основном, понятно, здесь семья, потому что маленький ребенок все время в семье и наблюдает вот такую вещь, да? Ну, а вариант я плюс, вы минус формируется обычно как переоценка вот такая, да? Я минус, вы плюс, потом я минус, а вы тоже минус, да? А потом следующая переоценка, вы еще хуже, чем я, поэтому я как бы плюс, да? Это вот те самые люди, которые, ну, мы сегодня уже слышали, да, в докладах бессовести или криминогенная личность так называется, если это крайность, да, если это основная позиция. То есть я самый плохой человек на свете, а все остальные не люди, просто червяки, понимаете, да? То есть у человека такая оценка мира, он не любит ни себя, никого, но всех просто презирает, да? И, соответственно, здесь очень сложный вариант, потому что, да, чтобы пройти. Четвертое, я плюс, вы плюс, может сформироваться в любой момент жизни, с момента рождения, когда все хорошо, и потом, да? И может закрепиться и остаться на всю жизнь. Каждые, там, ну, условно, 5-10 лет она просто трансформируется, становится более объемной. Ну, понимаете, да? Когда я считаю я плюс и вы плюс в 20 лет, это одно, в 50 совсем другое, когда будет 70, я вам скажу, что будет 70. Ну, вот, явно будет как-то больше и объемней, ну, вот сколько я могу судить, да, по собственному восприятию. Ну, эта идея такая, ее иногда путают со всякими заповедями, типа, да, подставь щеку там, и что все люди добрые, всех надо любить, ничего подобного. Понимаете, да? Все люди плюс, если человек преступник, его нужно наказать как преступника, как принято в данном обществе. Да? Я могу человека не любить, да, имею право, но я не имею права влиять на его жизнь, да, без его согласия. То есть мне что-то не нравится, человеку говорю, мне не нравится, а он говорит, иди нафиг, да? То я не имею права брать кирпич и бить его по голове, потому что тогда я буду уже, да, не в системе, я плюс-вы-плюс. То есть я могу влиять, но в рамках того, как принято в данном обществе. Хотя, понимаете, да, там пять веков назад было по-другому принято, а еще там десять. Но мы живем сегодня, и мы руководствуемся теми правилами, теми моралями, которые есть сейчас, да. И сейчас, ну, в большинстве стран запрещена смертная казнь, хотя многие люди говорят, нет, такого человека точно надо там убить, да. Ну, вот есть некие правила, которым нужно следовать, но это не значит, что все люди хорошие, правда. Я могу сказать, собственно, не все люди хорошие. Есть люди, ну, реально плохие, да, но это их право, да, но если они нарушают и это влияет на других людей, то это должно быть также наказано. Как часто говорят, ну, человек же не виноват, у него же такие родители, это же его привело вот то самое, да, у него такой сценарий. Но сценарий придумал ты, и ты знаешь, куда тебя ведет твой сценарий. Знаете, да, теория бильярда, да, когда шарик стучит другой шарик, шарик может катиться только туда и только с той скоростью, какой толчок получил. Человек, зная, куда он идет, может заранее, да, прогнозировать результат и просто уйти в сторону и остановиться, и вообще пойти другим путем. Поэтому мы полностью отвечаем за свое поведение, как бы там нам не мешали или не помогали в детстве и тому подобное. И пятый блок, это называется родительские приказания в транзактном анализе. Основных приказаний 12, плюс еще есть 5 драйверов, которые их очень хорошо подкрепляют. Они все не и все очень нехорошо звучат. К сожалению, их получает большинство людей, хотя бы в варианте 5-6 есть почти у каждого человека. Приказание «не живи», да, «сги, не умри» в буквальном смысле. И понятно, что большинство детей не слышат эту фразу как фразу, хотя некоторым, к сожалению, достается. Но вот очень простой пример. Рождение второго ребенка с разницей меньше, чем 5 лет всегда повлияет на первого. Как повлияет, зависит от родителей. Очень часто, как вариант «не живи хорошо», твоя хорошая жизнь закончилась. Ты 3 года был центром, а теперь извини, есть другой. Брат хочет кушать, ему нужно все внимание, его нужно носить на руках. А трехлетний претендует, чтобы его брали на руки, а его не берут и говорят, все, ты вырос, иди. Твоя жизнь хорошая закончилась, теперь будешь просто расплачиваться за то хорошее, что было. Ну там приказание «не вырастай», да, это вот та самая инфантильная часть, да, когда ребенку говорят «ты вырастешь, она сбросишь», да. Ну и результат понятен, да. Не будь маленьким. Прямо противоположная вещь, особенно в нашей стране после войны почти все, да, дети получили вот это приказание от своих родителей, потому что у них не было детства. И это такая обычная, да, часть, когда человеку говорят, ну ты же должен, да, ты обязан, а то, что тебе сколько там лет, никто не считается, да. Ну там, скажем, не достигая успехов, не будь первым. Это обычно ревность родителей к успехам ребенка. Причем иногда очень-очень ранее, иногда грудным ребенком, просто ребенок хорошо спит. Да? И его проверяют, спит или не спит. Через полгода уже не спит. Не делай, не думай, не чувствуй, ну не будь здоровым. Тоже одно из распространенных приказаний, как его получают дети, да, маленькие. А, например, пока ты здоров, времени нет ни у мамы, ни у кого. А когда ты заболел, мама сидит, книжки читает, мандаринки купили. И ребенок понимает, очень классно болеть, да. Да? Бабушки очень любят это приказание давать своим внукам, потому что они не нужны больше только к больному внуку, да. В итоге вот это все вместе, если собрать, мы и получаем вот тот самый набор основания, да. Ну а дальше вы понимаете, да. Меняя даже одну маленькую часть, мы уже производим изменения, да. Понятно, по-хорошему нужно менять в комплексе все, но это тоже совершенно реально, да. А дальше вот такая же тоже очень расхожая фраза, но она работает замечательно. К хорошему быстро привыкаешь. Правда, как только человек начинает жить хорошо, это очень заметно, да. Ну такая, знаете, обычная фраза или комментарий на тренинге, когда человек говорит, я пришел на тренинг, потому что на нем были мои знакомые, и я увидел их, жизнь поменялась, да. То есть человек говорит о том, что он видит изменения просто со стороны, и это не просто вот, как часто люди говорят, что такое новый жизненный сценарий, это розовые очки, которые одел, и что? И не замечаешь плохое? В действительности, у меня даже есть цифры, я как-то интересовался в интернете, искал информацию и нашел. Это информация из медицинского исследования, да, французского, не российского, можно доверять, что называется, да, вот, исходя из цифр. Но просто, когда говоришь, вот наше исследование, там, российское, психологическое, сразу говорят, ну, психологи мало что напишут, да. Исследование совершенно другое, но цифра очень отражает вот эту идею жизненного сценария. Французские врачи заметили, травматологи, что одни и те же люди попадают в травму с какой-то периодичностью. Они даже ввели правило после этого исследования, что приходя через два или три месяца с очередной травмой, человек после оказания помощи обязательно идет к психологу, и психолог ему говорит, ты зачем себе сломал ногу? Ну, потому что не бывает просто так, если это вот слишком часто, да. Так знаете, какую цифру они выявили? Они округ Парижа полностью, сто процентов, жителей опросили, да. И пришли к удивительной цифре, что оказывается, есть люди, ну, условно говоря, травмоопасные, а есть люди, которые попадают в травму или что-то делают вот такое, да, очень редко, да, и вот эта цифра разница в 273 раза. Понимаете, что это значит? То есть есть люди, которые практически через день, в каждый, если брать год, да, а даже чаще делают что-то, ну, например, палец порезал, ударился, синяк, в травму не пошел, ну, пришлось там, да, таблетку принять или что-то еще. Это наказание, понимаете, да? То есть человек получил что-то хорошее, это расплата. Но большинство людей расплачивается не физически, поэтому они не в травме, у них психологические всякие штуки. Начальник наорал, в метро толкнули, на ногу наступили и так далее. Понимаете, да, это вот эта же идея, сценария. То есть сценарий можно улучшить в 273 раза. Как вам цифра? Нравится? Согласитесь, уже в 5 раз, в 10 раз уже выглядит грандиозно, да? Но это в действительности вопрос тех самых убеждений, которые нами управляют, да? Это вот относится к тому самому жизненному сценарию, которым мы, ну, руководствуемся, исходя из того, что когда-то нам казалось, что это оптимальный способ, да? Я был слишком маленький, я не знал, как по-другому. Я придумал так выживать, и мне казалось, что это хорошо. А потом привык, и уже никто не задумываясь, делает это каждый день и говорит, ну, жизнь такая, ну, что же делать? Правда? Еще потом своим детям говорят. Ты, типа, имею в виду, страна у нас такая, и люди у нас злые, да? Что там еще говорят? От осинки не родятся апельсинки и так далее, да? Это тоже вот такие же вещи, которые выбрасывают ребенку. У нас есть очень хорошее правило на группах, я им сразу говорю, никаких ограничений нет, да? Мы с вами составляем контракт, вот вам очень простое практическое упражнение. Напишите себе сегодня или в течение недели, ну, хотя бы 30-40-50 желаний, которые вы хотите. И дальше выполняйте их. Пообещайте себе это сделать. Большинство из них делается очень просто и легко. Часть из них нужно будет потратить год, два, три или даже 10 лет жизни. Хотите задание со сверхусловием, тоже опыт тренинга, да? Я сейчас говорю, добавьте три пункта, всего три. С формулировкой приму в дар. Многие люди не могут написать, потому что говорят, а кто ж мне это подарит, я не имею права, нет. Соседи будут завидовать, нет. Понимаете, да? И вы уже сделаете очень существенный шаг. А дальше такая интересная вещь. Приходят и говорят, я вот написал список, 50 пунктов, да? Прошло три года, все выполнены. Мне нужно новое задание. Я говорю, так а кто тебе нужен? Я, чтобы дать задание, или ты сам? Да? Понимаете? Давайте поблагодарим вас. Спасибо большое. Почетный диплом. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok